Даже у матерых уголовников есть принцип — не обижать стариков и детей. Уроженец поселка Буланаш Свердловской области Денис Пищиков ни разу не сидел в тюрьме. Он не был уголовником, и, может быть, поэтому не следовал их принципам. Легко играючи он отнимал жизни у беспомощных больных бабушек. Охоту на пенсионеров молодой человек открыл весной 2002 года. За год он отправил на тот свет 13 жителей деревень Московской и Владимирской областей. Еще две пожилые женщины остались живы после встречи с преступником по чистой случайности. Какая сила превратила совсем молодого человека в беспощадного зверя? Не родился же он душегубом. Все материалы по делу, которые не пропустят YouTube, я выложил в телеграм-канал, ссылка будет в описании. Не забудьте поставить лайк после просмотра видео и написать свое мнение в комментариях по данной теме. Также хочу рассказать вам про свой канал на Boosty, куда я выложил видео, которого нет на YouTube, и также буду продолжать туда выкладывать эксклюзивные видео. Подписаться можно по ссылке в описании. Страшные слухи поползли по Орехово-Зуевскому району весной 2002 года. Мол, в районе объявилась банда, которая лишает жизни старушек ради их гробовых накоплений. Никому сначала и в голову не могло прийти, что банда на самом деле это один человек. Преступник приезжал в деревне днем. Прогуливался по улочкам, искал подходящий дом, где могла бы жить одинокая старушка. Как правило, выбирал избушку-развалюшку на отшибе. Потом начинались томительные часы ожидания. Полдня маньяк, словно охотник, мог стоять под дверью и терпеливо ждать, когда от хозяйки уйдет болтливая соседка. Топор он брал в сарае, потом выходил из засады. Пищиков всегда был вежлив, скромен, порой даже жалок. Просил кусок хлеба или воды. Добрая бабушка делилась последней крохой и получала обухом по затылку. Отнимая жизни у жертв, парень старался не смотреть им в лицо, бил сбоку или сзади. Из показаний подсудимого Пищикова. Жалко было бабушек, но жить как-то нужно было на что-то. Увижу бабульку и преображаюсь весь, будто голос говорит мне «возьми топор и лиши жизни». Впереди себя я видел тень, которая вела меня. Вот как складывался обычный день в жизни этого молодого и активного, в общем-то, двадцатилетнего парня. 18 марта, вторник. Пищиков приехал в деревню Губино. Это был первый визит злодея на московскую землю. Холодное весеннее утро. Преступник постучал в дверь маленького домика на окраине. Никто не ответил. 75-летняя хозяйка плохо слышала. Тогда Денис выставил оконное стекло, залез внутрь и притаился за дверью комнаты. Когда женщина переступила порог, изверг огрел ее тяжелым обухом по виску. Хрупкая старушка упала замертво. Тело садист сбросил в подпол. Потом обыскал все шкафы, перетряхнул старушечьи тряпки, но денег не нашел. Пришлось довольствоваться плесневелым куском колбасы, залежавшимся в пустом холодильнике. Повесив на дверь амбарный замок, чтобы хозяйку подольше не искали, палач пошел добывать деньги в другом месте. Жуя колбасу, Денис вышел на соседнюю улицу и увидел на крыльце сгорбленную бабулю. Из показаний подсудимого Пищикова. Я сказал, бабушка, у меня что-то с сердцем плохо, дай пожалуйста валидол. Она пошла в дом за таблеткой, я за ней. Когда пенсионерка набирала в кружку воды из фляги, я ударил ее топором. Сдела несчастный монстр забросал тряпками, потом взял из комода 950 рублей и ушел. Так день и закончился. Шесть отнятых жизней во Владимирской области, еще семь в Московской. В маленьких деревнях на востоке Подмосковья поселился страх. Местные сыщики забросили все остальные дела, занимались только маньяком. Фотороботами злодея были обклеены все деревенские столбы, а составляли его мельком видевшие подозрительного мужчину-свидетеля. Арестовали его в апреле 2003 года, через два дня после очередной расправы. В полдень 3 апреля Пищиков расправился с пенсионером в деревне Войнова гора Орехово-Зуевского района. Когда прятал тело, неожиданно пришла 50-летняя дочь старика. Преступник ударил женщину по голове, но она оказалась крепкой и выжила. Днем 5 апреля души губ вновь посетил одну из Орехово-Зуевских деревенек. Кому-то из местных старушек спасла жизнь бдительная гражданка Козлова. Женщина увидела Пищикова в окно и узнала в нем злодея, которого искали. Она позвонила в милицию, и преступника задержали. Отважной даме потом вручили ценный подарок. Денис с готовностью отвечал на вопросы оперативников. Он признался во всех 13 расправах и во время следственных экспериментов детально показывал, как бил пенсионеров топором, куда падали жертвы и где он потом прятал тела. А вот экспертом Денис пытался запудрить мозги. Прикидывался невменяемым, пространно повествуя о голосах в голове и тенях перед глазами, чтобы его не посадили на пожизненное, а отправили на лечение. Что вы говорите? Наш Пищиков лишил жизни 13 пенсионеров? Не может быть. Голос инспектора по делам несовершеннолетних отдела милиции поселка Буланаш Ольги Пушкиной дрожит от волнения. Впрочем, неудивительно, что он нападал на стариков. Денис всегда был трусливым мальчиком. Родился Денис в нормальной рабочей семье. Ему было всего 9 лет, когда отец ушел из жизни и вся жизнь пошла наперекосяк. Денег не хватало, мать вкалывала на нескольких работах и совсем запустила воспитание старшей дочери и сына. Женщина снова вышла замуж в надежде переложить часть ножа на сильные плечи. Мечта о счастье не сбылась. Отчим Дениса оказался лентяем и алкоголиком. И вот результат. 26-летняя сестра Дениса уже второй раз сидит в тюрьме за кражи, а ее брат, как видим, даже переплюнул родственницу. Денис с малых лет пил, курил и всех мучил. Со вздохом вспоминает о земляке Ольга Пушкина. Из школы его выгнали после седьмого класса, за что избивал одноклассниц, взрывал на уроках петарды, поджигал одежду учеников в раздевалке. Он состоял у меня на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за кражей хулиганства. Учителей Денис мог запросто обложить матом, только старших ребят боялся. Вообще-то он трусил перед всеми, в ком чувствовал силу. Со мной он тоже был всегда вежлив. В поселке Дениса не видели след от 2000 года. Он бежал после кражи катушки, алюминиевых проводов с завода. Вора объявили во всероссийский розыск, но фактически никто его не искал. И в самом деле, зачем суетиться из-за мелкой кражи? Беглец добрался до Владимирской области, познакомился с девушкой и поселился с ней. Никто не вспоминал о Пищикове до страшной весны 2002 года. А стоило бы, тогда, может, не было бы столько невинных жертв. Даже мать и та предпочла забыть о своем непутевом отпрыске. Когда инспектор спрашивала, почему она не ищет сына, женщина неизменно отвечала, а зачем, чтобы его посадили. И на днях, узнав от Ольги Пушкиной о состоявшемся суде, матушка равнодушно пожала плечами и сказала всего одно слово — допрыгался. В день оглашения приговора серийному Дашегубу Денису Пищикову в Московском областном суде наблюдалось заметное волнение. Всем хотелось посмотреть на чудовище, лишившее жизни тринадцать немощных стариков. Многие отказывались верить, что этот высокий подтянутый паренек с детскими пухлыми губами на миловидном лице хладнокровно лишал жизни пенсионеров ради их нищенских грошей. Суду Пищиков рассказал все без утайки. Во время жалобных до слез выступлений родственников, и односельчан жертв, подсудимый сидел с отсутствующим видом. Также спокойно выслушивал проклятие в свой адрес. По словам обвинителя, поведение монстра даже интриговало. Надеялись, что в последнем слове Денис как-то проявит свои эмоции. Но Пищиков оставался равнодушным. Тусклым голосом он произнес «Я раскаиваюсь», но прозвучало это фальшиво. И только в кассационной жалобе невозмутимый Денис написал «Пожалейте меня, что угодно, только не пожизненное». Московский областной суд приговорил серийного палача к пожизненному заключению. Комментирует психолог-криминалист, доктор медицинских наук Михаил Виноградов. Серийный душегуб Пищиков — один из представителей молодежи с примитивным, отсталым мышлением, которая мечтает о быстром и легком обогащении. Ему не хватило ума и смелости на совершение какого-то сложного преступления, например, ограбление банка. Низкий интеллект и трусость толкнули Пищикова на нападение на слабых, беззащитных стариков. Он бессмысленно жесток, а это качество обычно присуще детям алкоголиков. Дениса озлобила кончина отца. Дети не понимают, что человек умирает не по своей воле. Ребенок думает, что отец бросил его. Важную роль в развитии Дениса сыграло появление в семье алкоголика и бездельника отчима. Наверняка мальчик видел, как приемный отец вымогает, выпрашивает или даже ворует у матери деньги на бутылку. Благодаря этому в сознании будущего преступника навсегда отложилось, что деньги достаются просто так, а не зарабатываются трудом. Про него сняли документальный фильм «Криминальная Россия. Тварь Дрожащая» в двух частях. Денис Пищиков был этапирован в исправительную колонию особого режима номер два, известную как «Белый лебедь», где отбывает наказание и по сей день. На момент создания этого видео ему 39 лет, и он до сих пор надеется выйти на свободу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова